Всем добра, с вами Добрый Данил и я хочу поговорить с вами о Масленице. Спойлер, если честно, не особо хорошего мнения я остался после этой праздничной Масленичной недели. Сам я находился на Масленице целых 4 дня. Это в начале Масленицы, в конце Масленицы 8 марта, ну и в один день, который не имеет какого-то специфического названия. И в целом я видел малое количество людей. Видео, естественно, визуально, находясь на главных площадях города и вообще проходя по событиям Масленичной недели. Предприниматели, связанные с Масленицей и туристские деятели, как один, все утверждают о том, что эта Масленица прошла не очень. Ну, во-первых, это, конечно же, малое количество народу на площадях. Второе, это не очень хорошая организация. И третье, это странное разделение бренда. Давайте поговорим обо всем поподробнее. Дело в том, что рекламная кампания, в отличие от прошлых лет, не была на телевидении и на радио. Не крутились ролики и не делались аудиоджинглы для того, чтобы звать людей. Причем не только в Ярославской области, но даже и в других городах не особо было слышно о том, что главная Масленица страны проходит именно у нас в Ярославском регионе. Естественно, заготовленные туристы в автобусах прибывали на Масленицу, но их количество было не особо большое. Хотелось бы, конечно же, чтобы их было больше, но, как выяснилось, многие туристы по большому счету сами не записывались для того, чтобы приехать на Масленичную неделю в наш славный город Ярославль и Ярославскую область. Рекламная кампания была разделена на два бренда. Главная Масленица страны и Яркая Масленица. Зачем это было сделано? Ну, совсем непонятно. Лучше бы было все-таки пиарить действительно хороший и крутой бренд и желательно с большим бюджетом. Естественно, деньги были освоены на сценах и, соответственно, на околосценовом пространстве по организации всего этого мероприятия. Но прямо такого яркого перформанса не было. И это, конечно же, жаль. Многие предприниматели сетовали на то, что проблемы есть действительно в организации процесса. И мы, как обычные люди, видим только красивую ширму, но не видим, как вообще это все дело происходит. С размещением, с уборкой, с доставкой, с подгрузкой, с оплатой. И все это складывается в том, что многие предприниматели действительно остались в убытках после этого мероприятия, хотя проработали всю полноценно неделю. Гвардейская обида. Дело в том, что я, будучи гвардейцем, дарил людям хорошие эмоции, радость и, конечно же, с ними фотографировался на улицах нашего города Ярославля. Однако мэр на планерке, связанной с масленичными гуляниями, высказался о том, что гвардейцев он бы не хотел на самом деле видеть, по причине того, что военное формирование не нужно на празднике. Это не серьезно. И это очень странно, потому что своих перформансов у него в загашнике не было. А взять и запретить одно из немногих вещей, которые отличают нас от той же масленицы в Твери или в Вологде, это очень странно. В общем, прошел праздник вяло, уныло и безлюдно. Но самое главное мое обращение, это не то, чтобы похайпить на негативной теме, а действительно дать фидбэк для того, чтобы наша главная масленица страны была сильнее в следующем году. И на ее организацию были потрачены усилия профессионалов и нормальное финансирование, чтобы оно принесло как можно больше бюджета в наш Ярославский регион. Ну а главная масленица страны или яркая масляничка решать, конечно же, вам. Лично я за первое. Ну, желаю вам всем весеннего настроения и добра!